Вот это слива трехлеткая. Саженец я взял из малышеволога. Очень крупная, хорошая слива. Весом примерно 30-40 граммов. Сорта я не знаю. Растет у меня 3 года. Я думаю, что на следующий год она зацветет. И на следующий год, через год я должен получить урожай. Для нашей сливы есть две проблемы. Это проблема замерзания, вымерзания. Сливы выносят заморозки примерно разные сорта от минус 30 до минус 45. Вот это наше морозо переносит. Это первое. Значит, оно наше морозо переносит. И вторая проблема – это выпривание. У нас высокий снежный покров. И весной 10-15 сантиметров мокрого, мокрого, прелого снега. Это сохраняется две недели. Корневая шейка сливы подопривает, и слива погибает. Для того, чтобы не было этого рыхлого, мокрого снега, сливы садятся либо на холмах, либо садятся в ветровыдуваемой зоне. Вот здесь она растет у стены, у южной стены дома. Снег выдувается на полметра от стены дома. Весной талах вот нет, и ей теплее. Это тоже тепло-светоотражающий экран. Здесь сумма активных температур лучше, и ей лучше здесь, теплее. Вообще выращивание сливы, как и всех ультур, может начинаться с семени. Семенем сливы являются косточки. Значит, вот я в прошлом году осенью посадил косточки от своей плодоносящей сливы. Посадил сюда штук 20 косточек. Ну вот, 8 штук проросы. Вот растет проросток косточки сливы. Пусть это будет сорт моей селекции в будущем. Я шучу, конечно. Он будет здесь расти до осени. А осенью он вырастет до размеров 50-60 сантиметров. Я его выкупаю и пересажу в благоприятное место. Мы высаживаем сливы на холме. Холм делается в уровень снежного покрова. И также на этом холме, в районе этого холма, нет застоя талых вод. И тем самым мы избегаем выпривания. Значит, начинающиеся водоводы, прочитавшие о посадке на холмах, обычно холм делают высотой 30-40 сантиметров. Ну а выше этого холма все равно скапливается снег. И выпривание все равно происходит. Холм необходимо делать в высоту снежного покрова. Сейчас я посадил саженцы, они разрастутся. И этот холм в будущем каждый год нужно наращивать на 15-20 сантиметров. И вот через 4-5 лет этот холм должен быть высотой 1 метр. И в диаметре примерно метра 3. Тогда здесь будут расти и сливы, и абрикосы. И еще один момент. Значит, о том, какие саженцы лучше. Вот перед вами саженец двухлеток и саженец трехлеток. Значит, говорят, что саженец трехлеток мощнее и быстрее вступит в плодоношение. Так вот, корневая система у них была примерно одинаковая. Двухлеток уже проснулся, начался рост побегов. А трехлеток мощный еще спит. И неизвестно, он проснется или засохнет.